всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу предложить вашему вниманию расклад который называется почему я не понимаю людей и почему люди не понимают меня то есть мы рассмотрим с вами скорее всего проблемы затыки связанные с коммуникацией не какая-то конкретная ситуация а в общем формат нашего общения с людьми во-первых хочу сказать что я поменяла позиции до поменяла камушки так для разнообразия все в любом случае тайм-коды есть в описании к видео точно так же как в описании к видео есть ссылка на мои услуги либо информация обо мне если она вам необходимо итак позиции перед вами 1 2 3 зелененькие голубенькие красные камешки работать будем на колоде таро темного света и колоде таро шамана кому нужно время ставите на паузу кому нет мы с вами приступаем итак позиция номер один зелененький камешек давайте посмотрим как вы общаетесь с людьми и рафант ваша ваша знаете хочется сказать надменное какое-то общение с людьми ваше общение с людьми всегда происходит формате передавания какой-то информации то есть это не какие-то такие вот знаете и интимные разговоры когда вы можете кому-то там довериться открыться нет здесь скорее всего если вы разговариваете мне сразу знаете идет такое некое разделение на две категории людей одна категория это очень-очень близкие к вам люди да это вот прямо буквально два-три человека которому вы можете доверять но все равно не на сто процентов то есть такое ощущение что одному человеку вы говорите одну часть возможно касаемо одной вашей сферы другому человеку вы говорите какую-то другую часть касаемо другой сферы ну что-то такое вот прям личное личное и есть более широкий более внешний круг это те люди с которыми вы в общим общаетесь так те кто кого я называю внешним кругом такие достаточно отдаленные от вас люди вы с ними разговариваете холодно формально и как правило знаете как будто бы вот передаете какую-то информацию о чем-то рассказываете как поделиться да может быть кто-то советы раздает как вариант но нету таких вот обмена я бы сказала да здесь вот больше общение как какого-то знаете учителя наставника и мне кажется что здесь все-таки окружение большая часть вашей коммуникации связано либо это люди вашей семьи либо это родственники либо это ваши ученики подчиненные то есть вот я не вижу чтобы здесь были друзья с кем вы общаетесь здесь общение в формате передачи информации то есть она как будто вы знаете в какой-то степени иногда бывает односторонний то есть либо вы что-то сказали ждете когда вам дадут ответ либо вам что-то сказали вы холодно даете ответ вот здесь просто знаете какая-то не то чтобы формальность а вот сухость в каких-то моментах вообще нету доверия а в каких-то моментах если есть доверие то она вот как то вот соглаской до соглядка прошу прощения ну вот как-то настороженно здесь у меня идет ощущение нету нету какой-то узнаете теплоты и что ли родственности вот близости интимности вот как-то знаете такое вот сказать человеческих нормальных отношений общения какого-то да вот то ли здесь может быть по службе ну вот как в школу приходят ученику с учителем до учитель спрашивает ученика отвечает вот здесь вот как-то такое общение вы можете причем знаете самое интересное не то что вы интроверт замкнутый человек вы можете говорить на интересующие вас тема либо темы других людей говорить очень много очень подробно все то что касается именно вас то что касается вот вас как как человека здесь ощущение что больше превалирует в какая-то вот профессиональная сфера либо какое-то хобби род деятельности благодаря которому вы больше общаетесь то есть вот какие-то житейские бытовые моменты до семейные здесь вообще не не проходят здесь как будто бы некое такое лицо именно проявление вас в социуме больше профессиональное нежели ну вот какое-то личное поэтому я говорю что не хватает какой-то знаете вот человечности как еще вы общаетесь ну достаточно серьезно да могу сказать что где-то в каких-то моментах контролируете что вы говорите стараетесь вникать и в тему беседы но очень серьезно прям очень строго хочется сказать формально и ну вот как будто бы по существу знаете как вот когда пишут какие-то но я не знаю заявления государственные учреждения вот прям вот какой-то такой формальный язык нет вот этой раскрепощенности хорошо как люди с вами разговаривают а люди с вами разговаривают знаете как с маленьким ребенком так интересно то есть вы с ними разговариваете как взрослый зрела личность да они с вами разговаривают как будто бы как с маленьким ребенком да они вам доверяют они вам вы нет они вам да они вам как будто бы знаете открываются они разговаривают с вами вот какие-то над какие-то легкие темы здесь вот очень интересный момент такое ощущение вот не случайно я говорю что взрослая личность какая-то вот зрелая личность встречает каких-то маленьких детей именно маленький то есть огромная разница возрасте может быть здесь у вас и в окружении вас есть разница в возрасте с людьми но вот вы как будто бы здесь нет надменности а вдруг буду серьезный взрослый человек как родитель да а вот перед вами прыгают скачут какие-то маленькие детки и вот вы к ним по серьезному как-то знаете воспитательный какой-то процесс что ли обучение какое-то вот они с вами ну как маленькие дети с радостью какие-то легкие темы говорят о каких-то легких темах ну так знаете вот люди к вам с теплотой с деткостью с открытостью с весельем с радостью все великие арканы выпадают ощущение того что не всегда вот вас действительно понимают иногда вас побаиваются конечно по аэрофанту вдруг вы что-нибудь там скажете да и напугает человек ну ну вы очень серьезный такой человек прям прям очень очень по крайней мере вот ваша внешняя маска может быть внутри вы являетесь ребенком но внешне здесь маска такого взрослого зрелого человека как еще они с вами разговаривать знаете вот как-то интуитивно может быть здесь и общение происходит некой такой цикличной то есть как-то вот периодами да то есть вы можете то есть люди к вам обращаются допустим часто часто там каждый день на протяжении например там двух-трех дней вот потом на какой-то период исчезают потом опять появляются то есть вот так вот как знаете приливы отливы иногда но вот здесь вот присутствует такой знаете с одной стороны детское отношение с другой стороны вот какое-то недопонимание то ли они вас не понимают а вот прям в тему расклада скорее всего они вас не всегда понимают иногда даже вот искажает как-то ваши слова хочется сказать как-то вот сомневаются может быть но здесь вот точно как ежик внимание нету какого-то вот под не понимание вас хорошо а давайте теперь посмотрим что вы понимаете касательно людей то есть как вы говорите мы посмотрели что вы понимаете касательно людей ну вы знаете здесь опять таки вот профессиональная сфера выхода 8 капитакли она говорит о том что вы прям знаете работаете над тем чтобы понять человека чтобы разобраться вот в его здесь такое ощущение что иногда к вам просто люди обращаются чтобы не то чтобы посплетничать а просто сказать вот ни о чем и ну пустословие а вы достаточно серьезный человек и вы во всем ищите какие-то смысл во всем ищите какие-то понимания вот вы как будто бы начинаете вкладывать в эту беседу в то что вам говорят люди начинает разбираться но здесь например не просто кто-то вам напишет о том что не знаю ходила в какой-нибудь госучреждение подавала там заявление вот и меня не обслужили а вы это воспринимаете как знаете причину а скорее не причина а задачу которую нужно решить вот вы включаетесь в этот процесс и начинаете говорить надо вот так надо вот так записать заявление вот так обратиться то есть человек вам не ради этого сказал до начал с вами разговаривать он просто хотел поделиться то с чем происходит а вы сразу как будто бы вот включайтесь да потому что вам кажется со всем сторонами как вот просто можно говорить о погоде ну то есть это не о чем для вас вот вы слишком такой серьезный человек который ищет смыслы какие-то глубоко погружаетесь в тему и вам кажется что во первых это трата времени когда вас просто так отвлекает а с другой стороны но вы не понимаете вот например даже если просто вас кто-то спросит домашние да кто-то что ты будешь готовить до или наоборот вас спрашиваю что вам приготовить вот вы серьезно подходите ко всем процессом а человек вот просто сдал вопрос вы начнете прямо там может быть искать что-то давать какие-то вот но разбираться в этой тематике то есть вы очень серьезно профессионально подходите каждой беседе поэтому вы углубляетесь процесс что понимают люди при общении с вами нифига не понимает восьмерка мечей говорит о том что знаете иногда они находятся в ступоре от общения с вами с чем связано это ну во первых они ощущают себя знаете какими-то вот действительно детьми то есть не понимающими ну какими-то вот мелкими по по сравнению с вами я хочу сказать у них сразу самооценка падает здесь не про это иногда вы говорите какие-то вещи еще расскажу просто люди не готовы это услышать и ну вот как то знаете здесь как будто бы глухой слепого не понимает почему потому что уровень общения вашего окружения он такой достаточно юный хочется сказать я не хочу сказать детский до либо низкий а вот какой-то вот юный к это начинающие так я говорю может здесь вот именно возраст людей такой но людям намного моложе вас может быть вы общаетесь действительно с людьми до с детьми с подростками не знаю но здесь такое ощущение что во первых после разговора с вами людям две категории у одних падает самооценка то есть они как-то почему-то начинает сравнивать себя с вами и они чувствуют себя но мелкими мелкими по сравнению с вами это водит их ступора с другой стороны может быть кто-то и не понимает что вы им сказали вместо того чтобы решить допустим какую-то свою задачу либо еще что то здесь такое ощущение некого оцепенения то есть я не понял ты это чем то есть как это вот знаете неожиданно переходит в какую-то серьезность то есть здесь вроде бы с улыбкой человек пришел поговорить просто а его как будто бы ну вот этот холодный душ такой уж от холодной воды ему налили сверху и он такой знаете вот в оцепенение то есть я не понял но есть категория людей после общения с вами которые хотят что-то новое изучать да чему-то новому обучиться но однозначно после как общение да с вами люди уходят наполненные наполненные эмоционально и здесь даже не важно это эмоции позитивные либо негативные но вы иногда даже грузите до людей то ли перегруз информацию но вот это видно сказывается не на ментале столько сколько вот эмоционально очень да а может быть люди просто заряжаются от вас какой-то энергетикой хорошо давайте мы на этой колоде теперь посмотрим да почему же в принципе здесь и так да исходя из того что музыка по за рассмотрели да уже видно а почему вы не понимаете людей почему люди вас не понимают но все равно посмотрим почему вы не понимаете людей семерка бубанов здесь семерка бубана говорит о том что вот вот вам нужно вы очень сильно включены в людей да вот вам не хватает какой-то легкости в коммуникации поэтому вы их и не понимаете да может быть вы у вас очень много ответственности да может быть вас день загружен очень сильно ну то есть вам не до людей вот знаете вот просто так языком почесать не может быть вам даже не интересно на семерка бубанов здесь говорит о том что вот нужно переключиться нужно отдохнуть вот какая-то легкость праздник двойка бубнов почему вы не понимаете людей знаете вы на самом деле просто закрытый человек такое знаете вот ощущение что долгое время и вас как будто бы съедает какое-то закрытое пространство и вы отгораживаетесь возможно от внешнего мира просто потому что вам хорошо жить так как вы живете да то есть вам удобно комфортно и такое чувство что вот энергия ваша она не обновляется то есть допустим мир изменился до технологии уже продвинулись уровень ну вот какие другие интересы у людей появились на какой-то вот жаргон может быть язык изменился то как люди разговаривают а вот как будто бы немножечко в прошлом остались не потому что устарели а потому что вы здесь вот закрыты у вас нету связи с внешним миром не потому что вы на ковиде да там закрыты а это вот ваше нежелание открываться другим людям именно поэтому вы их не понимаете то есть изменения произошли в том как люди вообще общаются а вы остались вот в тех ценностях которые были раньше ну возможно там уважение когда один другого слушает то есть вот чувство такое что вы перерастны даже здесь не про то что переросли окружение но вот люди которые вас окружает это это не ваши люди вот вам не хватает каких-то единомышленников да тогда бы вы им открылись здесь вот вы в своем мире вот живете да здесь вот как раз таки почему вы не понимаете людей потому что все разговаривают на разных языках вы как будто бы ведете некую такую здесь такая позиция либо вы включаетесь в процесс ведете беседу либо вы вообще ну отключать две крайности то есть нету такое знаете вот то если включается то как-то налегке так просто поговорить не о чем обменяться парами словами и все не здесь такого нету здесь очень сильное окружение в окружении вашем чувствуется разница да здесь нету вот какой-то вот общности что ли единство здесь могут быть люди абсолютно разных религий то есть разного и менталитета да и они вас возможно не понимают да здесь скорее всего это разный менталитет вероисповедание да но безусловно можно договориться но вот какая-то инаковость прослеживается поэтому вы и не понимаете людей почему люди вас не понимают они видят что вы слишком сильный оппонент и вы как будто бы продавливаете их видит некую такую агрессию с вашей стороны хочется сказать некую такую манипуляцию то есть они видят вашу силу поэтому они вас не понимают ну то есть вы сильнее их здесь как будто бы вот ваша энергетика она подавляет других людей нету сонастройки если так можно сказать они ощущают либо знаете вас иногда дураком в контексте не глупости а в контексте что вы не от мира сего либо они себя чувствуют вот глубинкими на вашем фоне на здесь опять-таки знаете вот ощущение что вы хотели бы общаться с людьми да вы готовы им открыться но вот как то вот здесь не то что вы специально показываете людям свой ум да свой интеллект может быть какую-то свою мудрость это просто ваш образ жизни а людям иногда кажется что вы это специально как-то показываете да и чтобы ну они на вашем фоне оказались как-то вот глупыми да как будто вы хотите самоутвердиться за счет людей но это не так здесь как будто бы нет общего интереса на чем на какие темы можно было поговорить почему они но они считают глупцами глупцами себя по сравнению с вами с одной стороны ваши взгляды они настолько хочется сказать революционные да как у водолеев там на сто лет вперед и но вот здесь вот этого вот непонимание действительно происходит это все связано с мировосприятием и хочется сказать знаете вот то какого-то нежелание да то есть вы не понимаете зачем вы будете подстраиваться либо сонастраиваться как-то с другими людьми когда ну вам и так хорошо а другие люди они до вас не дотягивает либо они вообще вас не понимают ну потому что изначально на людей выпадает шут выпадает солнце то есть знаете выпадает такие арканы легкие вот с вами как будто бы но нереально помириться да то есть здесь как будто бы два берега и между ними река и вот эти две два берега две горы как-то вот соединиться ну не могут они видят вашем лице так или иначе какого-то наставника какого-то учителя до общаться с учителем на равных никогда не получится то есть вы им не ровнее это вот единственная причина независимо от того меня мы сейчас не берем какую-то конкретную ситуацию я в общем говорю о то как вас видят люди вот такая вот у меня первая позиция зелененький камешек и мы с вами переходим к позиции номер два голубеньким голубенькому камешку так давайте посмотрим двоечки как вы разговариваете с людьми а здесь знаете такая суета есть сразу такое выражение и вашим и нашим то есть вы как флюгер такое ощущение что как будто бы у вас нету своего собственного мнения то ли вы подстраивайтесь но адаптируетесь до под остановку подстраивайтесь под других людей то ли вы слишком суетливые да то есть что-то вас все время отвлекает вот так вы знаете вот расслабиться просто поговорить за чашка кофе не получится да то есть вот что-то вас отвлекает то там я не знаю сумку открываете там тут телефон вытащили то кто-то позвонил то надо смс-ку отправить то здесь значит кофе разлилось и надо поискать салфи какая-то вот такая знаете суета и причем здесь вот как-то вот нету какого-то баланса да вот вам у вас нет удовлетворения от беседы не такого что найти вот расслабился и давай мы поговорим нет либо вы все как-то узнаете на скорую руку да надо выбежать ребенка забрать там со школы из детского сада там по дороге по телефону что два-три слова успела обмолвиться там с подругой побежала куда-то дальше либо я не успеваю вот что-то здесь такой вот как будто бы нет внутреннего баланса либо просто по верхам общаетесь и здесь этому скажешь привет там надо этому позвонить спросить как у него дела здесь как что там получилось там с документами что сделать человек или нет вот все вот так вы знаете вот как-то скоростях в коростях нету баланс вот отсутствие какого-то знаете спокойствие внутреннего скорее всего это ваш характер такой очень суетливый да то есть вы как будто бы то ли у вас времени нету да то ли у вас вот вы не можете спокойно сесть на одно место поставить за пятую точку и не двигаться вы даже и сидите вот так вот постоянно ерзая да на стуле на диване неважно в офисе где вы находитесь постоянно вот как-то вот двигайтесь да вот 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 огонь все никак не могу успокоиться тишины вот вы вы даже и тишину словить не можете интересно так как люди общаются с вами давайте посмотрим а а люди с вами общаются в контексте знаете как-то стабильно на постоянной основе и здесь мне кажется больше люди либо вашего вас то ли семья большая то ли родственников много то ли вот как-то люди с которыми вы общаетесь вот долго много лет да то есть это не год не два не пять то есть много то есть одни и те же люди то есть не меняется ваш круг окружение круг окружения люди до в окружении как еще они с вами общаются но они общаются с вами на постоянной основе как то знаете комфортно стабильно нет у меня такое такая картинка знаете человек который с вами разговаривает может быть это мужчина вот он так сидит спокойно то есть понимая как вы мелькаете либо мельтешите туда-сюда туда-сюда он просто сидит спокойно с вами разговаривает здесь такое то ощущение знаете как будто бы папа а вы вот так вот на скорую руку собираетесь то есть тут половина ботинка делала на одной ноге прыгаете прыгаете там одновременно краситесь и что-то вот разговор то есть вы вот так ваш оппонент такой спокойный размеренный стабильный такое ощущение что вот он как будто бы понимает как вы устроены и не придает значение вот вот этому вашему характер как люди с вами вообще достаточно позитивно до терпеливо вот хочется сказать что вот они как-то терпеливо если первые позиции спрашивающие были взрослее их окружение моложе здесь наоборот здесь у вас людям может быть который вас окружает они старше вас но либо ровнее вас либо старше но не младше по возрасту либо это вот опять-таки родственники там двоюродные братья дяди что-то такое как еще они с вами позитивно знаете так хорошо к вам расположены иногда бывает просто директивно знать хочется заказать как-то вот по запискам либо по эсэмэском либо знаете вот записки ну то есть ну к примеру если это ваш муж то а вот то что-то нужно сказать он написал на бумажке приклеила магнитиком на холодильник и ушел и вы пришли прочитали то есть здесь как будто бы так написали ему свою записку приклеили то есть вот как-то так вот напрямую не я не вижу здесь вот постоянное какое-то движение присутствует они вас как будто бы знаете ведут куда-то в новое до ваше общение такое ощущение что кто-то вам скажет а местная подруга либо еще какой-то человек говорит вот я иду на на такое-то обучение вы а да интересно и я хочу в вашем окружении у меня чувство что люди которые вот постоянно чему-то обучаются на какие-то тренинги ходят на какие-то вот там я не знаю мастер-классы занятия там я не знаю подготовки может быть вот какие-то новые какие-то модные тренды и вот общение оно как-то связано либо с обучением с развитием либо то что связано с домом уютом комфортом вот вам постоянно что-то говорят о каких-то новинках о каких-то трендах и вы благодаря этим людям понимаете что творится в мире да хорошо как вы понимаете людей давайте посмотрим но здесь как-то неожиданно по башне как вы понимаете людей ну наверное вы понимаете людей только тогда когда я не знаю поссорились какой-то конфликт только тогда вы как-то это вас ну я не знаю сподрит что ли остановит и вы начинаете то по-другому смотреть на ситуацию что еще вы понимаете ну вы понимаете во первых когда вас люди обманывают в эту четко видите вы понимаете когда знаете к вам может быть еще люди приходят когда какие-то вот расставания происходят конфликты не то чтобы вот поссориться а вот вам просто новость сказать вот я расстался то есть вашем окружении вот все время какие-то кризисные ситуации всплывают как вы понимаете людей но вы всех воспринимаете знаете как целостная личность то есть этот человек от неважно какого он возраста да ну то есть взрослый человек сам разберется во всем вот здесь как-то так ну вы и не и вкладывайте сто процентов человека да там чтобы что-то в нем разобраться понять не вот но у меня такое ощущение что вы просто воспринимаете людей такими какими они есть вот так хочется сказать здесь сразу вас понимание касательно какого-то разговора не бывает а вот вам нужно время почему потому что вот вы своей суматохе иногда бывает так что какую-то информацию вы пропускаете и только до вас доходит через какое-то время не знаю может быть вам кто-то говорит ну элементарная вас пригласили на какую-нибудь там вечеринку день рождения вы да 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 отметила там что-то где-то записала бросил эту бумажку в сумку и побежала дальше не вот а потом когда там и не знаю из одну сумку на другой меняете перекладываете вещи смотрим бумажку и блин я и забыла касты день рождения надо пойти подарок купить то есть вот здесь вот как-то знаете через какое-то время вы понимаете либо какую-то фразу вам человек сказал пропустили мимо уше потом пройдет время и вы начинаете что-то знаете особенно когда успокаиваетесь такое тоже бывает редко правда но бывает а я теперь понял да то есть до меня дошло вот это вот выражение до меня дошло она с вами часто такое бывает как вас люди понимают как вас люди понимают как вас люди как мечевого человека ну во первых как они вас понимают да не к вам относятся знаете вы чисто так по-дружески на легкие и как вас понимают но очень сильно такое ощущение что вот переживает да то есть волнуется почему-то по вашему поводу да вот такое чувство что вот не то чтобы не зрелый человек а вот какой-то вот несерьезный человек я не про то что на вас нельзя положиться а про то что вот вы я вот в этой своей скорости да вот в этой своей поверхности тебя по жизни да вот вы как этот бабочка как мотылек порхает тут порхает все надо успеть здесь пыльцу собрать там пыльцу собрать то есть здесь нужно засветиться то вот люди переживают насколько вы вообще вникаете во что они говорят да насколько вы их слышите иногда чувствуется какая-то вот может быть но здесь я бы не сказала что какая-то агрессия знаете вот волнение переживания а поймет ли меня этот человек но они переживают не за себя в разговоре с вами они переживают за вас чтобы вам чего-нибудь такое не сказать чтобы вас не ранило чтобы вас как-то вот крылья вам не обрезать о чем здесь то но они как будто бы переживают чтобы вы не закрыли что вдруг вы что-то узнаете здесь вот такая знаете забота своего рода через абстрагение абстрагирование вас от каких-то более серьезных вещей обычно такое бывает с детьми да когда например родители ссориться дома они не хотят чтобы но дети слышали они вот как-то это вуалируют эти конфликты вот как-то вот как-то заботиться о том чтобы ребенок не переживал вот здесь вот у вас тоже так хорошо давайте посмотрим почему вы не понимаете людей почему вы не понимаете людей здесь как будто бы не договаривают какие-то вещи не то чтобы скрывают а вот просто не хотят говорить чтобы вас не огорчать вы как будто бы так знаете всю за чистую воду берете не то чтобы наивные но доверчивые что ли хочется сказать почему вы не понимаете людей ну потому что вы король кубка вообще красивая такая колода это таро шаман смотрите сидит король кубков на черепахе да то есть такое мудрец на черепахе черепаха медленная такая да жизнь размеренная и вот он плывет значит по течению по воде со своим жезлом кристаллов почему вы не понимаете потому что вы слишком знаете такая вот ну переживаете может быть за людей не может быть иногда где-то находитесь как-то вот в прошлом в каких-то моментах скорее всего здесь эмоционально вы парите выпадут парите в небесах фантазиях вы не знаете чтобы не решать какие-то задачи серьезно вы придумываете себе какие-то занятия чтобы отвлечься то есть не ну в живете вот каком-то своем мире в виртуальном но это не в голове вы очень активные по жизни ну просто вы как-то ну вот это как во сне я не знаю как вам объяснить это состояние вы как будто бы во сне там виртуальный мир вы там что-то там делаете это все настолько далеко от реальности здесь знаете у меня ощущение что если вы например женщина то вашем окружении есть мужчина который занимается тем чтобы оплачивать счета чтобы там с кем-то договариваться если надо ремонт он пойдет все купит сделает а вы просто есть вы просто красивая такая да и если вот вам сказать например там ну отвезти машину на техосмотр или там поменять резину ну то есть нужно здесь такое ощущение что а разве ее меня это я даже не знала или например а как заплатить счет вот когда либо снять деньги да с банкомата вот как какие-то такие вот бытовые вещи они вообще вам не знакомы они непонятны и про это я говорю чтобы как будто бы не от мира сего то есть есть какие-то вещи которые вам не ну вы не понимаете и вообще не понимаете зачем это нужно то есть зачем так усложнять свою жизнь да вот это вот ваша фраза такая девиза чем так усложнять жизнь да либо что-то вы делаете вы можете понять зачем почему так сложно но это сложно в вашем понимании да а вообще вы не понимаете потому что вы слишком ну чувствительные да так скажем ранимы вы избегаете каких-то конфликтов поэтому вам легче слиться поэтому вы по верхам ты идете понимаете то что если будете вникать вы будете перенимать проблемы других людей переживать включаться вам это не нужно поэтому вот так привет привет все хорошо хорошо вы даже не слушаете человека хорошо него и нет потому что если он будет жаловаться вы этого не перенесете поэтому я свое дело сделаю я типа поинтересовалась и я побежала вот ну вы избегаете конфликтов почему люди вас не понимают здесь карта которая знаете выпадает говорящая разбитом сердце каких-то переживаниях и могу понять это переживание людей либо они переживают за вас вот здесь точно как будто бы какие-то родители когда которые очень сильно переживают за вас вот вы как-то вот не вырастите что ли что вот как-то вот не приспособлены к этому миру здесь какие-то проблемы какой-то вот прошлый опыт болезненный может вы знаете к вам так относится к из-за того что вот у меня опять-таки семейный такой аспект пошел из-за того что вы были каким-то особенным ребенком может быть знаете вот очень много и часто болели и была возможно такая ситуация чтобы были на грани жизни и смерти и вот после этого момента знаете вот это вот чрезмерная опека по отношению к вам она присутствует что вот ну не да бог с вами опять что-то случится да и чтобы вас не потеряли то есть вот здесь вот такое либо здесь может быть какой-то момент своей жизни да это когда вы очень сильно переживали и вот были прям но заболели на этой почве да и ну там например депрессии вас вытаскивали и вот поэтому вас как-то вот ну ограничивают либо люди вообще не понимает но я говорю вот ваши чувствительность и ранивость они это не понимают они вот как-то как они вас видят давайте я посмотрю они видят вас знаете как человека к только который только завершил либо проходит некий такой кризис либо вы что-то потратить потеряли утрата утрата финансов ну очень многое в своей жизни вы утратили кто-то там с работы то есть не просто вас уволили с работы а знаете вот кто-то вот обанкротился до остался без работы без дома без ничего вот и прошли какую-то трансформацию и вот знаете с одной стороны как будто бы переживает за вас с другой стороны как будто бы знаете вот берегут что чтобы вам не навредить еще больше вот это я думаю это окружение ваше близкое либо вообще люди мне кажется здесь вот какие-то если есть более молодое до поколение может быть это ваши дети так к вам относятся может быть к вам относятся как к ребенку может быть это ваши родственники страх и определение здесь вот вы они вас видят как человека который вот но не может сделать выбор вот не случайно первая карта двойка педакли мне говорил о том что вот вы как флюгер да не можете определиться вот такого кого-то человека внутри они вас ведь не уверенного хорошо так это были двойки и мы с вами переходим к позиции номер три и красненькому камешку значит давайте посмотрим как вы общаетесь с людьми что ж такое карты прыгают как вы общаетесь с людьми такое ощущение что вот пока вы как будто вы не общаетесь не хотите а если общаетесь то как-то с оглядкой на прошлое да здесь вот хочется сказать ну оставьте меня да то есть я сейчас просто не в настроении что-то что-то вас как-то не то чтобы тревожит а вот есть это даже не мысли я не могу сказать а вот какой-то опыт прошлого такой вот болезненный когда вы шишки набили себе и вы ну то может быть сейчас не в ресурсе вот у меня такое ощущение что ты сейчас это временное какое-то не ресурс до выпадает аркан мира это сейчас у вас какое-то вот такое знаете завершение завершение какого-то этапа когда вам нужно будет двинуться вперед до сделать какой-то шаг вперед как вы общаетесь но в принципе в такой достаточно надежный до заботливый человек внимательный теплый вам можно доверять такой знаете спокойный уравновешенный человек ощущение что здесь люди вот вот больше строк старше 40 почему я так говорю потому что здесь есть такая знаете более размеренной спокойной энергии когда я уже никуда не тороплюсь то есть ну понимание вот жизни вообще как таковой и нету смысла уже куда-то там бежать что-то торопиться то есть вы как будто бы прежде чем что-то сказать подумаете да но лишний раз помолчите как-то вот более зрелый какой-то вот мудрый такой подход вообще в общении то есть если вас не спросят вы промолчать можете если спросят вы поговорите здесь общаетесь как будто бы с даже и с людьми которые находятся за границей может быть здесь у вас дети дети за границей живут да и вот такое вот общение с менталитетом других стран здесь проходят я либо с людьми которые находятся на расстоянии как люди с вами общаются но люди с вами тоже сейчас никак не общается потому что четверка кубков говорит что присуща какая-то вот апатия здесь скорее всего обоюдная она исходит от вас то есть вам сейчас пока нету необходимости вот с кем-то как говорить там что-то открываться доверяться нет здесь есть вот какая-то ситуация прошлого опыта я не могу вам объяснить это состояние то есть это не упадок энергии и это не про то что вы ну вот не хотите то есть нету настроение нет а здесь вот у меня знаете вот поэтому деться идет тишина я не знаю как вам объяснить тишину почему вы не общаетесь с людьми здесь просто идет тишина наслаждение вы как будто бы наслаждаетесь моментом и вам не хочется чтобы кто-то этот момент вам нарушил на вот эту тишину которая есть внутри вас вокруг вас вам не хочется чтобы кто-то ее нарушил здесь не то что вы анализируете там думаете либо как-то какие-то проблемы вас огорчать нет здесь все хорошо здесь энергия нормальная такая спокойная ровная но она не застоявшая да это просто умеренная это очень напоминает знаете вот на какое-то состояние блаженство причем блаженство это когда я с миром наедине не я с какими-то другими людьми а я с миром а люди с вами не общаются потому что им кажется что вы находитесь просто в каком-то уныне да то есть у вас сейчас нету желания меня ни с кем говорить вы как будто бы ну вот восстанавливаете свои силы вы как будто бы погрузились как-то вот в себя чтобы восстановиться до чтобы преодолеть кто-то должен здесь преодолеть какие-то свои страхи какую-то свою неуверенность может быть знаете здесь вот как мне ощущение последние дни перед тем чем-то важным вот что-то я совершу не знаю может быть у кого-то к примеру переезд да за границу это очень важный шаг вашей жизни здесь вот такое ощущение как будто бы вы в кавычках прощаетесь с городом то есть вы ходите да вот там смотрите там не знаю свой район где вы жили какие-то места вам знакомы известны как будто бы попрощаться но не с горечью да а вот просто как-то вот запечатлеть своей памяти что потом как-то возвращаться вот здесь вот какая-то такая энергия да прежде чем я сделаю то есть вы что-то делаете внутри себя для себя для своего состояния прежде чем вы совершите какой-то шаг очень важный значимой вашей жизни это похоже как за кулисье да то есть вам предстоит выступить перед аудитории и вот вы как певцы бывают а показывать за кулисье они там кто там не знаю крейса кто-то вот просто там дышит кто-то там считает до 3 там до 10 не знаю что тут дают последние указания вот здесь такой момент да то есть что-то должно произойти какой-то и вы находите в закулисье прежде чем вы выйдете на сцену и совершите свое выступление где вы будете обязательно блистать и вами будут восхищаться то есть вот люди вот так с вами общаются как с победителем либо как с человеком который обрел в себе силу и победил что-то ну вот например знаете это еще может быть похоже на то что если допустим у кого-то была булимия и человек это победил и вот вас видят например люди как вот человека который смог преодолеть какой-то вот свой я не знаю порог какой-то страх вот что-то в себе смог преодолеть и стал победителем либо какую-то депрессию либо какую-то болезнь апатию вот что-то такое и он стал победителем и вот вас видят вот как такого человека и с вами так общаются как с неким победителем над чем-то на какой-то ситуации как вы понимаете людей вы видите очень много боли горечи от ну вокруг вас что я говорю здесь зрелая душа который вас окружает вы видите боль людей вы берите их сердце проблемы и трудности сложности слезы людей но и одновременно вы видите здесь какие-то возможности мне такое ощущение что может быть это ваша профессия как-то знаете связано с тем ну вот например вы какой-нибудь психотерапевт люди вам приходят для того чтобы рассказать вам о своих каких-то болезнях да ну проблемах вот и вы видите их боль и одновременно ваша задача высветить дать какую-то надежду дать какой-то ну сделать какое-то важное предложение сказать дать человеку для того чтобы дать какой-то шанс на нечто большее в жизни вы так понимаете людей либо понимаете что любой кризис любая проблема является шансом для другого человека то есть это ваша позиция потому что вы так по жизни шли это ваша позиция а как люди вас понимают они видят вашу харизму они видят вашу харизму они видят насколько они могут быть как каком-то моменте зависимы от вас они видят вашу силу здесь дважды появляется в аркане силы в аркане дьявола они видят вашу силу они видят ваш магнетизм они видят то что ваше слово имеет какой-то вес что еще они понимают шестерка кубков они понимают то что вы как будто бы знаете разбираетесь очень хорошо в прошлом либо они понимают что вы как будто бы как человек похожий на кого-то из их из их прошлого из жизни они понимают вас как человека который постоянно находят себе силы двигаться дальше совершать первый шаг то есть не бояться то есть вы тот человек который интересуется жизнью идет по жизни смотрят на все открытыми глазами да не боится вы не утратили вот это вот свое открытость детскость какой-то до интерес к жизни то есть вы такой игрок хочется сказать по жизни почему они вас видят дьявола с чем связан это дьявол ну дьявол и маг понимаете как они вас понимают иногда не понимают что вот за всем этим что вы транслируете скрывается во первых очень сильная мощь и сила повторюсь еще раз а с другой стороны какие-то ваши умения до коммуникации конные какие-то навыки я не хочу сказать о том что вы манипулятор нет а я бы сказала так что вы умеете вести людей с собой вас они видят лидерские качества что здесь подала шестерка жезлов как победитель что вы тот человек который может найти нужные слова который может воодушевить человек который может поддержать человек у которого не истощаемый вот этот вот источник каких-то идей да то есть вы находите в себе силы чтобы сам идти вперед либо сама и других со собой вести так почему вы не понимаете людей давайте посмотрим все-таки у нас такой вопрос был почему вы не понимаете людей ну потому что выпадает опять маг почему потому что знаете ваш уровень он выше уровня другого других людей здесь понимание не в том что вы не понимаете их ситуации либо то что они говорят а здесь фишка в том что вы наоборот очень хорошо понимаете людей вы понимаете где они манипулируют где они ленятся где они не хотят ничего делать где они используют например вас либо других людей чтобы что-то достичь для себя да вы как будто бы видите возможности других людей и видите как они именем не пользуется здесь вот больше я к этому склоняюсь и вам от этого становится не то чтобы грустно вы знаете вот вы кому-то бы как этот как скрин смотрите мрт смотрите на человека вы его видите насквозь и вы понимаете что ну ну здесь лукавит человека здесь там еще что то здесь он не будет развиваться здесь в него не нужно вкладываться если как будто бы какая-то вот в кавычках бог который смотрит на своих детей и он четко видят их путь что они делают что не так ну то есть раскрыться от этого глаза невозможно почему вы не понимаете людей десятка педаклей наверное потому что очень многого достигли в своей жизни вы не понимаете почему люди не пользуются этими возможностями до которые у них есть которые вы им предоставляете здесь в этом причина до десятка педаклей потому что вы видите где люди то ли вы слишком такой высокий уровень парите над общем вот скорее всего здесь это вы парите над над головами людей в переносном смысле ну то есть они живут какой-то серой своей обыденной жизнью да вот это вот масса 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 а вы вышли уже на другой уровень когда вы можете создавать свою жизнь да так как вы хотите вы понимаете многие вещи причину следственной связи вы понимаете как можно изменить свою жизнь вам непонятно почему люди не пользуются такими знаниями почему они не меняются поэтому вы вы не понимаете людей почему люди вас не понимают они видят вас вот человеком девятка пендаклей до девятка бубанов человека который живет в своем мире же получает удовольствие от себя ну то есть они вас не понимают потому что вы им не открываетесь а вы им не открываетесь потому что вы мак а зачем вам открываться ну то есть смысл потому что они все равно не будут меняться общаться с теми людьми которые не меняются вам не интересно вам скучно потому что у вас должен быть оппонент такой же как вы мак да почему еще люди вас не понимают ну потому что то ли они не не могут разобраться почему вы разрушаете сами себя то знаете вот они не могут вас понять почему вы создаете себя а потом разрушаете то есть в чем здесь вот прикол а с вашей стороны в этом-то прикол и состоит состоит что вы создаете себя в том рушите чтобы улучшить себя и создать еще заново потом вы достигли какого-то до апогея опять себя рушите ну то есть меняется до трансформируетесь вы не останавливаетесь на достигнутом люди не могут этого как раз и понять то есть что тебе мешает до быть вот в этой девятки педакли да вот в том уровне то есть зачем ты все время все что-то меняешь то что уже устаканилось то что уже работает зачем менять то что работает то есть непонимание для вас это развитие для вас это вот прям некая какая-то цель да а для них это ну зачем если и так уже все хорошо понимаете они видят вас как никого такого учителя они видят вас как наставника как человека которым можно обратиться и поэтому они вас не понимают вот я говорю потому что вы просто находитесь на несколько ступеней здесь даже не на одну а на несколько ступеней выше почему еще они вас не понимаю потому что то во что они верят и то как они смотрят на жизнь им легче и проще знаете вот как-то горевать о том что что-то не сбылось что-то не получилось а для вас именно вот такие ситуации являются неким таким трамплином до чтобы вырасти то есть если человек столкнулся с трудностью он будет горевать и сожалеть по этому поводу то вы наоборот ждете таких ситуаций вот таких разрушительных да потому что через них вы как-то вырастаете до становитесь более сильнее то есть вы как цветок начинаете распускаться казалось бы но цветы цветут на ровной какой-то саду да где все хорошо а вы наоборот светите там где сорняки потому что вы вот как будто бы энергию этих сорняков используете как раз таки для своего развития то есть для вас это понятно то есть там где разрушение там не знаю на мусор как на свалках где-то мне кажется думал там не живут а то есть а вы говорите а почему бы не то то есть это прекрасная такая площадка до благодаря которой я могу вырасти да я могу что-то для себя сделать вот такая у меня была и третья позиция я благодарю вас за внимание благодарю вас за лайки за дизлайки и жду вас на новых раскладах всем пока пока пока